Здравствуйте, это программа Ревизор и сегодня мы работаем на улице Земляной в городе Сыктывкаре. Местные жители живут здесь словно в Венеции. Вода на участке прибывает, но деваться ей некуда. Как быть, когда между соседями нет взаимопонимания? Тема сегодняшнего выпуска – добрососедство. Пенсионерка Нина Алексеевна с мужем уже 20 лет проживает в этом родительском доме. Супруг Виктор Леонидович, как участник войны в Афганистане, жаловаться не привык, но последние пять лет каждую весну одно и то же. Что происходит с вашими домами и вашими участками? Так, значит, наша соседка, дом номер 21 напротив, приватизировала участок в 2012 году. В результате чего? Они закрыли две водоотводные каналы. Замуровали, вот там труба идет перпендикулярно к забору. Труба, значит, не работает. Водоотводные каналы не работают, полные, посмотрите, полные. Там вода полная канала, здесь вода полная, вода никуда не уходит. В прошлом году после неоднократных обращений в администрацию приезжали, неоднократные проверки приезжали. Воронин Сергей Васильевич приглашал соседку нашу с дома номер 21 на собеседование. Понимаете, хотели это все решить мирным путем. Получилось? Без споров, без скандалов. Но соседка у нас категорически против. Идет упорное сопротивление, слушать ничего не хочет. На вызов администрации она не явилась. Мы подали сейчас в суд. Теперь мы решение суда. Вот пятое заседание у нас будет 14 мая. В данный момент идет судебное разбирательство. Кто вам пошел на помощь, на встречу? Помог Порядин Михаил Юрьевич. Он дал распоряжение. Министерство юстиции помогло мне с оформлением мискового заявления. Подсказали, что, чего, как. Потому что у меня нет юридического образования. Воронин приезжал, помогал все это. Прощенко Сергей Иванович приезжали они. Они засвидетельствовали факт засыпки. Но так как второй участок находится в собственности, администрация не имеет права без согласия жителей 21 дома. Не имеет права, они сумматься не могут. И нам помочь ничем не могут. И это только в суд, через решение суда. В суде у вас адвокат, да? За чей счет он был предоставлен? У нас адвокатов нет. У нас есть представитель администрации как третье лицо. Но он юрист. Он предоставил все документы, которые запросил суд. Все чертежи, все схемы. В ходе судебного разбирательства чего вы хотите добиться? Мы хотим добиться, чтобы нам проложили, открыли вот эту водоотводную канаву, сделали водоотвод. Но ущерб, материальный ущерб, конечно, идет. Насос работает. Счетчик катает. Электроэнергия уходит. Мы с мужем спим по очереди. Я ночью выкачиваю, муж у меня днем. Печка вся разваливается, потому что от сырости у нас идет. Печка в прошлом году вообще по колено затопила нас. Все ковры, все паласы, все было в воде. Вы требуете материального возмещения этих убытков? Или вам достаточно, чтобы соседка просто откопала канаву? Достаточно, чтобы она открыла нам и сделала водоотводы. Из-за рельефа местности территория находится под уклоном. Вся талая вода спускается в низину. В гараж не попасть, так как там находится вода. Там машина у меня, я никак не выгляжу. Вот что. И в самом гараже тоже вода стоит. Земельный участок пенсионеров не просыхает вплоть до июня. От посадок семейная пара отказалась, как и от похода в баню. Она отрезана водой. Но самый крупный ущерб наносится жилому дому. Вода сюда приходит. Потом заходит в дом. Начинается затопление с первого этажа. Супруги взяли ценные вещи и перебрались на второй этаж. Первый непригоден для проживания. Вот это мерка воды в том году была. Вот до сюда вода была. То есть двери эти не открыть, потому что замерзали. Мне приходилось толкать туда-сюда, чтобы открыть двери и выйти в воду опять же. Не в этих сапогах, а в болотных выходил. Виктор, на этом месте стоя холодильник. Где он находится? Холодильник находится вот он. На кровати. Вода скапливается прямо под домом. И она все время поступает. Под пол напоминает затопленный трюм тонущего корабля. Расскажите, как вы вообще живете в таких условиях? Как спасаетесь от пребывающей воды? Вот, значит, шланги. Шланги выходят на улицу. Здесь стоит насос. Это первый насос. Второй насос вот этот. Это уличный. Он помощнее. Протягиваем там шланги 50 метров и выкачиваем с улицы этим насосом. Когда водоотводная канава будет восстановлена, 70-летнему дому потребуются серьезные ремонтные работы. Они коснутся фундамента, сруба, деревянных перекрытий, настила полов, печи. Из-за постоянной сырости в подвале дома лаги попросту отсырели. Это грозит тем, что пол когда-нибудь провалится. В этом году пока удается сдерживать натиск воды. У соседей поплыл угол дома, и они тоже присоединились к борьбе. А это еще плюс один насос. Но под окна на проезжую часть выкачивать запрещает госавтоинспекция. Дорога активно используется, и ее подтопление грозит повышением аварийности. Нашей съемочной группе удалось встретиться с соседом из дома напротив, где и зарыли злополученную канаву. Озвученная версия о том, что канава, которая пролегает по вашему участку, должна быть все-таки восстановлена, она вас устраивает? По моему участку не было никаких канав, и неправильно, что вода будет бежать с улицы, будет бежать на участок. В чем вы видите причину? Вот мы были у ваших соседей в гостях, видели, в какой ситуации они живут, в какие-то условия ужасные. Вы причину этого в чем видите? Как им быть вообще? Прокопать вдоль своих заборов канавы, которые они засыпали. И тогда у них, возможно, будет... Но если законодательно это не предусмотрено, и есть определенные инстанции, которые это запрещают делать, и существует на вашей территории вот та прежняя канава, и город, администрация рассчитывает именно на нее. Не было никакой канавы на моем участке. Никто, любую канаву должны были обслуживать, если это или оративное сооружение должно как-то быть зарегистрировано. Но если оно не излистерено и никем не обслуживается... Значит... Понимаете, если по проекту она предусмотрена, да, и вы своими действиями ущемляете права третьих лиц, и это будет доказано, соответственно, вам придется в любом случае пойти навстречу вот этим вот людям. Ну, нечего добавить. Как видно, мирного урегулирования конфликта добиться не удается. Мэрия города Сыктывкара пока не комментирует эту ситуацию, сохраняя нейтралитет до суда. Его решение будет вынесено уже 14 мая этого года. Обращаем ваше внимание, права и интересы города в этом споре не задействованы. Администрация контролирует исключительно состояние систем водоотведения, но также может выступать и в качестве третьего лица, чтобы оказать юридическую помощь пострадавшей от наводнения семье. А вот еще одна история с улицы Тентюковской в городе Сыктывкаре. В нашем городе не редкость, когда высотка находится рядом с частным сектором. И очень часто такое честное соседство заканчивается спорами. Лариса Прокушева выросла на окраине Парижа. Дом ее родителей стоял как раз на месте жилого комплекса «Солнечный». Еще в 2010 году Сыктывкарка начала строительство собственного жилья на соседнем участке. Но близость заселенной многоэтажки влияет на условия проживания. Вы обратились в нашу редакцию по какой причине? А причина, в принципе, банальна. У меня заполнили мусором практически четверть участка и поломали забор. Это начало происходить в сентябре месяце и продолжилось до весны. Сначала там был выброшен мусор строительный, а сейчас, в конце марта и начале апреля, весь снег оказался на моем участке, и гора снега была выше бани, которая стоит на участке. И практически на заборе, который сейчас поломан, стояли машины. После того, как снежные массы оказались на вашей территории, вы обращались в управляющую компанию? Я написала письмо, претензию до 6-го числа. Вот истекает послезавтра у них месячный срок. Ответа пока нет. Если забор был поломан застройщиком, и там присутствует строительный мусор, после того, как производилось облагораживание территории, к застройщику вы обращались? К застройщику я по поводу забора не обращалась, потому что он был, в принципе, целый, только с листы были сняты. Два листа осенью стояли вот рядом с забором, которые потом кто-то утащил. Их нету. А поломали это все потом. То есть основной виновник и тот, с кого вы требуете? Управляющая компания. А застройщик засыпал мой забор. И мне надо восстановить высоту. То есть как они это сделают? Либо совместно, либо раздельно вас, в принципе, не интересует? Мне просто надо, чтобы огород был загорожен. Потому что сейчас и собак полно будет бегать, и садить надо. Все растопчут. И люди заходят. Директор управляющей компании откликнулся на нашу просьбу прокомментировать ситуацию. Какова позиция управляющей компании после обращения телезрительницы? Управляющая компания, конечно же, примет меры. По данному факту все, что было разрушено, будет восстановлено. Вне зависимости от того, на чьей территории это находится. Таким образом, вы признаете, что техника зимой разрушила забор и перевалила снежные массы и песок на территорию частного дома? Не исключено, что данное повреждение могло возникнуть при чистке снега на данной территории. Как таковых сильных разрушений, как видим, мы там нет. Данный забор был установлен, по словам застройщика, им. И находится на территории многоквартирного жилого дома Тинтюковская, 110, граничащего с данным домом. И он будет восстановлен в любом случае для надлежащего вида и содержания территории дома. В какие сроки? В данный момент не предоставилось возможным убрать вот этот вот песок и опилки, которые мы наблюдаем, ввиду того, что они просто замерзшие. В течение недели-двух, я думаю, что это все будет убрано. Вы ведете определенную претензионную работу с застройщиком и где чья зона ответственности в данной ситуации? В данной ситуации тяжело сказать, где чья зона ответственности находится, так как данные участки расположены друг к другу очень близко. И некоторые хозяйственные постройки, которые мы наблюдаем, это баня и тот же самый забор, скорее всего, расположены с нарушениями. И это нужно более точно установить. В связи с этим еще не был дан окончательный письменный ответ на жалобу жительницы дома номер 102. Мы попросили прокомментировать эту и другие подобные ситуации юриста Александру Афонину. Так вот, если объект недвижимости был внесен в кадастровый реестр, а затем возник спор из-за смещения границ, то единственный выход из ситуации – это вызов кадастрового инженера. В заключение небольшой вывод. Как известно, соседей мы не выбираем, но видимся-то мы с ними каждый день, не так уж и трудно оставаться друзьями. Достаточно знать соседа в лицо, здороваться с ним и уважать его интересы. А самое главное – относиться с пониманием к его редким просьбам. На этом все. Этот и другие выпуски «Ревизора» смотрите на сайте yurgan.rf. А уже в ближайший четверг, 10 мая, смотрите материал из инспекции по Сысарскому району. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова